Хореограф Начо Дуато ставил спектакли на ведущих сценах мира. Итальянском Ласкало, Парижской опере, Королевском балете Лондона. А в 2011 году стал первым иностранцем, руководителем балетной труппы Михайловского театра. Два года спустя он поставил здесь один из самых красивых своих спектаклей «Щелкунчик». И вот в 2018 году Начо Дуато вновь в Петербурге, и сегодня он гость программы «Культурная эволюция». В этом году исполняется пять лет спектаклю «Щелкунчик» на сцене Михайловского театра. Сейчас, смотря на эту постановку, вы хотите что-то в ней изменить, или для вас это уже пройденная история? История этого балета насчитывает уже более ста лет, и мой «Щелкунчик» еще совсем маленький ребенок. Но когда я заканчиваю спектакль, я больше там ничего не меняю. Иначе постановка будет выглядеть как женщина, которая сделала много пластических операций, а балет должен выглядеть естественно. Если я сделал ошибки, я стараюсь исправить их в следующих постановках. А этого ребенка нужно оставить в покое. Пусть растет. В «Щелкунчике» вы перенесли действия в Серебряный век русской культуры, перед самой революцией. Почему вы так решили? Если вы посмотрите на костюмы 19 века, то увидите, что они слишком аскетичны. И потому я решил перенести действия в 20 век, когда женщины стали более свободными, более сексуальными. Движения на сцене тоже стали более свободными. А вместе с этим люди 20 века могли освободить и свои мысли. Это все ближе к нашему времени, и потому лучше воспринимается аудитория. Как вы считаете, трудно ли соединить такие классические истории, как «Щелкунчик» или «Спящая красавица» с современной хореографией? Я сейчас работаю над постановкой Боедерки и много читаю о Минкусе. Когда он приехал в Россию, он дирижировал оркестром и получал 500 рублей в год. А сегодня утром я заплатил 500 рублей за чашку кофе. Это я к тому, что слишком многое изменилось в жизни. Мы не можем смотреть на балет так, как смотрели на него 150 лет назад. Пытаться воспроизвести те постановки сейчас — это безумие. Вообще сложно воспринимать историю «Щелкунчика» исключительно как детскую. Для меня эта сказка Коффмана больше похожа на фильм ужасов. Нет, для меня куда более страшная история «Алиса в зазеркалье». Когда я был маленьким и увидел фильм по этой книге, я не мог спать целый месяц. «Щелкунчик» не такой страшный. Ну да, там есть крысы, но та же «Спящая красавица» куда страшнее. Потому что если вы прочитаете первоначальную версию, которую потом поменял Петти Па, там едят детей. В эти дни принято строить планы на Новый год. Поделитесь своими, если не секрет, конечно. Я очень взволнован, ведь в января я вновь возглавлю балетную труппу Михайловского театра. Я скучал по этому театру, по зрителям, по Петербургу. Вы знаете, я был очень наивен, когда пять лет назад решил уехать в Берлин. Я думал, что я возвращаюсь в центр Европы, в центр культуры, но я сделал ошибку. Только посмотрев издалека на вашу страну, ваших людей, на артистов и руководство театра, я понял, как много мне они дали, как много я им еще могу дать. И для меня большое счастье, что следующий год начнется для меня здесь. Надеюсь, что они тоже счастливы. Первый срок Начо Дуато в качестве художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра получился очень насыщенным. За три года он поставил 10 спектаклей, причем небывалый случай в истории театра, семь из них шли на сцене одновременно. В числе заслуг Начо Дуато не только новый блеск и слава одного из ведущих театров страны, но и несколько потрясающих балетов, которые обязательно нужно посмотреть. «В лесу» – одна из первых постановок Начо Дуато, которая принесла ему мировую известность. Премьера, однако, нового балета состоялась в Гааге еще в 1990 году, а спустя два десятка лет и на сцене Михайловского. Герои исследуют возможности тела и разума в дебрях амазонской сельвы. Изысканная и в то же время простая постановка буквально пропитана стихией человеческих чувств. Никакого сюжета нет. За основу взята полифония мотивов и игра пластических образов. «Белая тьма» – минималистическая история о переплетении любви и смерти. Этот балет Начо Дуато сочинил в память о своей сестре, умершей от передозировки наркотиков. Хореограф проникает в затуманенное сознание девушки и создает танец из мучающих ее кошмаров. Главный визуальный образ – белый порошок, под которым в итоге будет погребена героиня. «Спящая красавица» – один из многоактных балетов Начо Дуато. Его персонажи оказываются в окружении цветущих роз и похожи на порхающих бабочек. В музыке Чайковского и сюжете Шарля Перо хореограф нашел новые смыслы и признался, что практически не оставил ни следа от классической постановки Петипа. Сказка в трактовке Дуато стала на 15 минут короче оригинала, но зато приобрела особый лиризм и камерность.